Всем привет! Недавно я делал такое видео, где я просто по прикулу показал реакцию Windows 11 на 10-тысячный год. И я там ляпнул а-ля... Кроме 10-тысячного года существует ещё множество интересных годовых значений, при которых происходят различные интересные вещи. Если я вас как-то заинтересовал, то 2000 лайков под этим видео и я снимаю видео на эту тему. Так вот, ваша реакция была неожиданной. Даже очень! И, честно говоря, мне даже стало слегка не по себе, ведь всё-таки я же обещал, а время не стоит на месте. Но сейчас я исправляюсь. И, собственно, в этом видео мы проверим работу системы Windows при разных годовых значениях, обсудим различные годовые проблемы и в конце ролика будет ждать приятный бонус. Ну что ж, поехали. Мне в комментариях к последнему ролику писали, а-ля, а поставь год, значение которого будет отрицательным. Окей. Это я всё проделываю на Windows 7. Как обычно, я через bcdedit, включая параметр options edit, перезагружаюсь и ввожу слэш year равно минус один. То есть, задаю минус первый год. Вот. Система показывает экран загрузки и... всё. Она дальше попросту не загрузится. Будет бесконечно двигаться анимация загрузки и показываться надпись «Запуск Windows». Но этого самого запуска не происходит. Жди хоть час, жди хоть два. Оно также будет, так скажем, висеть на этом экране. Система по факту остановила свою работу, даже не запустившись. Точно так же будет и с нулевым годом на Windows 7. И да, если вы думаете, что я как-то сломал Windows специально, то нет. Вот она. Запускаю её без установки определённого года и, пожалуйста, система успешно запущена и полноценно работает. Вернёмся к годам. Так вот. Windows XP такое делать не позволяло. При установке нулевого года система втихую выставляла год, который был установлен до изменения. При этом до всяческих редактирований я везде отрубил синхронизацию времени с интернетом. Да и вообще, интернет в системе отключил. Ну вот, если установить минус первый год в Windows XP, то система просто показывает чёрный экран. По факту это тупик. Стоит заметить, что ядра системы была исправно загружена, так как мы прошли экран загрузки и, собственно, увидели курсор. Так что, это проблема в самих системных приложениях. Установить трёхзначный год в Windows также не получится, так как для Windows минимальный год это 1601. Почему именно 1601, узнаете позже. К примеру, я выставляю 666 год и в итоге на Windows XP тот же чёрный экран с курсором в полном одиночестве. А, к примеру, на Windows 10 просто происходит игнорирование параметра Slash Year, так как он не содержит минимальное количество цифр, а это, если что, четыре цифры. Ну, идём дальше. Проблема 2000 года. Наверняка вы о ней слышали, а многие даже это и застали. С чем эта проблема была связана? Что вообще произошло? Проблема была в том, что многие разработчики софта в 20 веке использовали два знака для представления года в датах. Например, 1 января 1998 года показывалось как 1.01.98. Две цифры года. При наступлении 2000 года многие программы давали сбой из-за того, что в двузначном представлении 99-й год сменялся годом с двумя нулями, а о том, что кроме периода 1900-1999 есть ещё годовое значение, программы, естественно, не знали. Поэтому тут могло быть два пути. Либо показывался нулевой год, либо показывался 1900-й. Что в первом исходе, что во втором, программы могли дать серьёзный сбой. Мнения по этой проблеме разделились. Кто-то считал, что из-за своевременного обнаружения проблемы удалось избежать огромного количества сбоев, а кто-то считал, что проблема была искусственно раздута с целью получения прибыли и выгоды, и большинство программ, которые имели подобную проблему, попросту были устаревшими и неактуальными. А что по поводу Windows? Старые Windows сами по себе эту проблему не содержат и спокойно переживали этот самый переход к 2000 году. Даже Windows 3.1. Linux так тем более. 2010-й год. Это скорее просто забавный баг в операционной системе Windows, только его мобильной версии, Windows Mobile. Дело в том, что при получении новых текстовых сообщений в 2010 году, система внезапно ставила им дату на 6 лет вперёд, и, собственно, сообщения и какие-либо уведомления были не из 2010-го, а из 2016-го года. По факту, сообщения из будущего. 2038-й год. А этот год является максимальным для старых 32-битных версий Unix-подобных систем. А всё дело в том, как Unix-системы считают дату и время. Каждую секунду они добавляют в переменную значение времени цифру на одну больше предыдущего числа. А считается это всё дело ровно с 1 января 1970-го года. В программировании лимитом 32-битного числа является значение в 2 миллиарда 147 миллионов 483 тысячи 647. При наступлении 19 января 2038 года в 3 часа 14 минут и 8 секунд по временному координированному времени, проще говоря, UTC, происходит переполнение значения, вследствие чего для пользователя происходит переход либо к 1901 году, либо к 1970-му, а с точки зрения программирования число превращается в отрицательное. В наше время большинство оборудования и ПО уходит от 32-битной архитектуры на 64-битную, процессори 64-битная, системы 64-разрядная и так далее. В ядре линукса, например, с версии 5.6, которая вышла в начале 2020 года, 2038 год уже кажется старым анекдотом, а в Windows поступили проще. В 11-й версии просто отказались от выпуска 32-битной редакции системы целиком. Как таковой, Windows 32-разрядный больше нету, закончилось это всё на десятке. А в 64-битном формате времени конечная дата будет ещё, ой как не скоро, через более чем 200 миллиардов лет. Поэтому эта проблема, скорее всего, коснётся только не обновлённого и старого оборудования, да и я как-то сомневаюсь, что оно будет в 2038 году на полном серьёзе эксплуатироваться. 2108 год. Последний год для большинства видов модификации файловой системы FAT и формата zip-архивов. Файловая система FAT или же File Allocation Table дебютировала аж в 1980 году, и со временем было создано четыре её популярные разновидности – FAT-12, FAT-16, FAT-32 и XFAT, или по-другому её называют как FAT-64. Но всех её разновидностей намного больше. Эта файловая система, а если быть точнее FAT-16 и FAT-32, были стандартом для эпохи MS-DOS и Windows 9X. Почему именно 2108 год? Дело в том, что расчёт времени последнего изменения и вид создания файла или папки хранится с точностью плюс-минус две секунды, для него отведено двухбайтовое поле, способное содержать всего 65536 уникальных значений. В результате расчётов и вычислений было выяснено, что максимальным значением года в файловой системе семейства FAT до FAT-32 является 2107 год. А при наступлении 2108 года DADA начинала идти заново – с 1980-го. Кратко говоря, это банальные технические лимиты и особенности файловой системы. А при чём тут zip-архивы? Дело в том, что zip-архивы используют метку времени от файловой системы FAT, а, как уже было сказано ранее, максимальный год здесь – 2107-й. С NTFS по сравнению с FAT-подобными файловыми системами ситуация тут намного лучше. Файловая система NTFS была разработана компанией Microsoft совместно с IBM и впервые появилась в Windows NT 3.1, которая вышла в 1993 году. NTFS расшифровывается как New Technology File System, что как раз таки намекает на в то время новую Windows NT. Всего вышло 6 версий файловой системы. Последней версией является NTFS 3.1, которая была представлена в 2001 году вместе с Windows XP. Диапазон дат в этой файловой системе начинается от 1601 года и заканчивается 6056 годом. Но в Windows 10 этот год выставить не получится. Система каким-то боком вставит 8192 год и практически ничего не может открыть. Но при этом нагрузка на процессор и саму систему практически нулевая. Windows XP опять показывает чёрный экран, а Windows 7 показывает вечный экран загрузки. Окей, винда виндой. А вот что насчёт Linux и дистрибутивов на её основе? Linux вообще всё равно. Хоть десятитычный год поставил, 1970-й, 2038-й, системе абсолютно всё равно. Вот просто буква U. И да, прошу заметить, что я проверяю всё на Debian 11, так как она меня больше всего устраивает. Однако с годами есть одно но. Команда Date не позволяет установить трёхзначные годы и год, который превращает число 2233. Мне просто сообщает о недопустимом аргументе, хотя к примеру 2021-й или 2040-й устанавливается спокойно. И что в итоге? Я думал это будет намного эффектнее и прикольнее, но что есть, то есть. Всё-таки мне тоже было интересно посмотреть. Естественно, здесь я показал самые необычные и значимые ГТВ значения, при которых может что-то произойти с системой. Если вам это понравилось, то ставьте лайк, чтобы увидеть вашу активность. А на этом всё. Все ссылки на мои социальные сети и названия музыкальных композиций указаны в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok